Здравствуйте, это новости Дагестана. Меня зовут Хатим Абдалибова. И вот главная тема выпуска. Снова ложные сообщения и эвакуация учеников. Неизвестные в очередной раз угрожали махачкалинским школам. Коронавирус отступил, ситуация стабилизировалась. О чем еще говорили на заседании Республиканского оперштаба, расскажем в выпуске. 360 миллионов рублей на летний отдых. Детские летние лагеря Дагестана готовы принимать школьников. Шерсти много хватает даже на экспорт. В овцеводческих хозяйствах региона началась стригальная кампания. Для многих учеников махачкалинских школ утро пятницы 13-го выдалось тревожным. На адреса электронных почт образовательных учреждений поступили сообщения о минировании. Пришлось проводить эвакуацию. Здание проверили сотрудники полиции и кинологи. Однако информация не подтвердилась. Напомним, это уже второй случай, когда поступают такие угрозы. Подобная ситуация была и 5 мая. Тогда сообщение тоже оказалось ложным. Дагестан не перестает майнить. Еще одна крупная майнинг-ферма, незаконно потреблявшая электроэнергию, выявлена в Махачкале. Она была обнаружена на территории насосной станции Вузовское озеро. В контейнере, оборудованном под это дело, работали 95 аппаратов для добычи криптовалюты общей мощностью 260 киловатт. Общий показатель уровня вакцинации в Дагестане достиг почти 82%. На стационарном лечении в настоящее время находится всего 72 больных. А на 30 территориях республики за последнюю неделю не зарегистрировано новых случаев заболевания. Об этом говорили на заседании оперативного штаба, которое состоялось под руководством премьера Абду Муслима Абду Муслимова. Как отмечали выступавшие, в регионе наблюдается стабилизация ситуации с ковидом. Тоже военноопасность распространенной инфекции все еще остается. Сохраняется в трех территориях республики, отмечается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекции по сравнению с предыдущей неделей. В Бековском, Тарумовском и Карафинском районах. Поэтому нам необходимо принять цель и мнение профилактических штабов и обезопасить население и не нагрузить подъемы заболеваемости коронавирусной инфекции. Для этого прошу главных странах образования Министерства здравоохранения республики и управления Роспотребнадзора по республике Регистан обеспечить контроль неукоснительного соблюдения санитарных и генологических требований, особенно в местах массового скопления людей. Министерство здравоохранения Роспотребнадзора представил расчет потребностей в дополнительные средства на обеспечение охвата населения от тестирования на новую коронавирусную инфекцию, которая составляет 107,7 миллионов рублей. У нас также продолжена информационно-посредственная работа с привлечением средств массовой информации. Реализована возможность записи на вакцинацию от КАИ-19 посредством единого портала государственных услуг. На случай возникновения осложнений эпидемиологической картины Минздрав подготовил 4 медучреждения. Это 3 многофункциональных центра, где развернуто от 15 до 20 коек, а также Республиканский центр инфекционных болезней. Но тем не менее в настоящее время мы не видим необходимости в развертывании, хотя у нас есть возможность оперативно развернуть необходимое количество коек. В отделениях реанимации интенсивно-терапивных находится 8 человек, из которых 2 человека находятся на аппарате неинвазивной вентиляции легких. За истекшие сутки из стационара в Республике было выписано 10 человек. В амбулаторных условиях лечение получает 36 пациентов, из которых 3 было взято за истекшие сутки вновь. Что касается летальных исходов, с 20 апреля мы не регистрируем случаи наступления летальных исходов от лабораторно-посредственной коронавирусной инфекции. По лекарственному обеспечению у нас имеется резерв в медицинских учреждениях для лекарственного обеспечения в стационарах и в амбулаторных условиях. Также определенный резерв препаратов имеется в аптечном управлении. В случае необходимости он оперативно будет распределен. 126 летних лагерей Дагестана готовится принять более 30 тысяч детей на летний оздоровительный отдых. В этом году на эти цели в республиканском бюджете предусмотрено более 360 миллионов рублей. Как министерство образования планируем охват более 30 тысяч, если по сравнению с 2021 годом это составляло всего лишь 18. Поэтому данные деньги распределены между загородными оздоровительными лагерями на приобретение путевок, а также на пришкольные лагеря. Поэтому это тоже очень хороший показатель, потому что в сравнении с 2021 годом таких у нас было лагерей всего лишь 50. Как сообщили в региональном Минобре, для проведения первой смены закуплено более 5 тысяч путевок и все за казенный счет. Я хочу всем родителям Дагестана сказать, никакие путевки у нас, все, которые выдаются в загородные лагеря, бесплатные. Вы приобретаете путевку через МФЦ при подоставлении документов, которые необходимы, и вы получаете бесплатную путевку. А вообще путевка на сегодняшний день на одного ребенка на 21 день стоит 16 937 рублей 76 копеек. Однако, если лагеря не смогут войти в реестр, согласно федеральному законодательству, контракты будут аннулированы. Чтобы этого не произошло, базы отдыха должны соответствовать целому ряду требований. Мы, единственная осталась проверка этих лагерей, это противопожарная безопасность, все остальное, антитеррористическая защищенность лагерей, проведение акции рецептных обработки, все это уже на сегодняшний день сделано на 85%. Так думаю, что абсолютно к началу смены все лагеря будут готовы, 100%. Кроме того, в этом году на базе трех коррекционных школ откроются инклюзивные смены для детей с ограниченными возможностями. Для этого выделено 140 путевок. В Махачкале будут усиливать работу Центра управления города. Об этом было сказано на совещании под руководством Салмана Дадаева, заместителями и руководителями структурных подразделений администрации города и городских служб. Предметом рассмотрения стали обращения, поступившие в систему инцидент-менеджмент, а также в телеграм-канал мэра. Дадай высказал ряд критических замечаний относительно работы по обратной связи с жителями столицы отдельных чиновников городской администрации. Было озвучено, что по каждому из таких фактов будет проведено служебное расследование, и виновные понесут наказание вплоть до увольнений. Жителям интересно, какая у нас иерархия исполнения, а там происходит серьезная проблема. Проблема она происходит из-за вас, именно из-за заместителей. Ваше управленческое звено выпадает в работе ЦУГа. Оно не только ваше выпадает, из-за того, что ваше выпадает, оно выпадает и на уровне ваших начальников управления. Вы должны распечатать эту проблематику и положить вам на стол. А ваше управленческое решение должно быть по этой проблеме. Вы должны поручить руководителю не ниже заместителя начальника управления, а если не его уровень, то сами принять решение, а если не получается, вы должны с этим прийти к заместителю. В итоге было решено, что теперь в центре управления городом будут дежурить заместители мэра и начальники управления, которые будут фиксировать поступающую информацию и принимать решения по устранению тех или иных проблем. После этого мэр Махачкалы в сопровождении заместителя посетил ЦУГ, где лично ознакомится со всем алгоритмом работы центра. Не как по регламенту, а фактически. Вот пришло обращение. Кто на этой машине работает? У них, кстати, пленый человек. Кто здесь работает? А, здесь Зухра. Звоните ей. Где Зухра? Да. Зухра рассказывает. Вот пришло данное обращение. Как ты его отравниваешь? В данное обращение поступила система в мой кабинет, в мой администрации. Я его прочла, зашла в телеграм, куда она поступила, в руку соцсети, либо в мессенджер. Если я ищу таких ответов, если мне дали ответ, то я направляю уже в системе дирекцию парка. Далее сообщаем им в группе о том, чтобы им поступил инцидент. Они дают ответ, если не в течение 30 минут, я контролирую время. И также, как они дали ответ, ответ переходит на согласование. Далее я читаю их ответ, смотрю на качество ответа. А кто согласует? Кто модернер? Только отсутствие. Студенты ДГУ тоже могут выбрать объекты, которые, по их мнению, должны быть благоустроены в 2023 году в Махачкале. Учащиеся выбирают общественные территории в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды и нацпроекта «Жилье и городская среда». Напомним, в столице Дагестана на голосование выставлено 13 объектов и один дизайн-проект. Принять участие в акции могут граждане старше 14 лет. Для этого необходимо зайти на платформу 05.городсреда.ру, выбрать свой город, территорию и нажать кнопку «Проголосовать». Я выбрал поселок Семиндер. Почему выбрал Семиндер? Потому что у меня очень много друзей живут в том районе. Им часто приходится оттуда ездить, допустим, на площадь, на Рудобский бульвар, чтобы элементарно погулять с друзьями. Поэтому мы надеемся, что там будет сквер, чтобы не только они к нам ездили, но и мы к ним. Друзьям, студентам, вообще всем дагестанцам хотел бы призвать проголосовать, потому что это тот самый момент, когда действительно от нас зависит внешний облик нашего города. Муфтия Дагестана шейх Ахмад Афанди посетила делегация из Ногайского района. Среди них представители власти, общественники и спортсмены. Они поблагодарили духовного наставника за проводимую просветительскую работу среди населения республики. Шейх Ахмад Афанди, в свою очередь, обратился к присутствующим с наставлением. Во всей России, если один человек есть, который желает Ногайцам добро, это я. Я считаю, чем сами Ногайцы тоже, я вам больше добра желаю. Я в этом уверен. За эти слова я могу в любом месте клятву дать. Тот направление, который Ногайский народ, который находится в Дагестане, вы выбрали правильный и полезный для себя путь. Вы этому не ошиблись. Что вы не ошиблись, я гарантирую перед любимым человеком в любом месте. Миграционная служба республиканского МВД будет оказывать всю возможную помощь в своевременном получении загрампаспортов жителям Дагестана, планирующим отправиться в Хадж. Об этом руководство подразделения заявило в ходе встречи с представителями Хадж-компании Марва. В преддверии отправки паломников на святые земли стороны обсудили вопросы взаимодействия. Как будет ответ ФСБ до 15 дней, если у него нет секретности, если он по судебным приставам, других вопросов к нему нет. И вот сегодня, допустим, прошла неделя. Сегодня мы получили ответ ФСБ за неделю. Мы ее отправляем сегодня же. В 15-17 дней. Паспорт мы уже можем выдать. Но есть сроки, которые могут они выдержать, могут отдать нам ответ на 15 дней. Но вместе с тем мы все равно тоже не отправляем. Самый поздний срок это 23-25 дней. Быстрее будет прямо на прямой к вам обратиться? С чем? С паспортом еще? Паспорт и квитанция оплаты господчатин Сбербанка. Для получения паспорта есть свой регламент, определенные сроки. И своевременное получение этого паспорта для паломника может играть такую важную роль. То есть он может, как бы, либо он имеет возможность успеть получить паспорт и направиться в хадж, либо он может остаться без этого документа. И здесь мы очень рады, что всегда идут на встречу и всячески помогают. И раньше были мобильные пункты по оформлению заявок на загранпаспорт, которые раньше предоставлялись, были на территории центральной мечети, отправлялись по разным регионам республики. И сейчас мы видим, что максимальная заинтересованность помочь дагестанцам в таком ускоренном, без задержек, получении этих паспортов для всех, кто собирается совершить паломничество. Дагестан может давать шерсть и себе, и стране, и даже Белоруссии. Овцеводы республики вооружились бритвами и приступили к сбору пушистого урожая. Как идет стригальная кампания в одном из овцеводческих хозяйств республики узнавала моя коллега Пасимат Ханапова. Ей слово. Стрижка овец – процесс очень тонкий и деликатный, требует определенной сноровки. Главное здесь – не причинить вреда животному. У кого рука набита, те снимают шелковистую шубу в два счета. Раньше стригли вручную, ножницами, было тяжело. Сейчас более механизировано, машинками удобно. Можем стрижь около… ну, кто купил по-разному. Я это лично сам могу больше ста запросто стрижь. Имидж животного фермеры меняют в год один раз, засвобождая от тяжелой для них, но такой ценной для людей ноши. После стрижки тут же золотой руно взвешивают, а на соседнем столе оценивают качество шерсти. Это второй сорт, потому что она вот чуть-чуть грубовата. Тот первый сорт, он мягче и длиннее вот. Тянется вот так длиннее вот в шерсть. Ну, различается вот таким образом. Тонкорунные овцы. Эти скороспелые малыши здесь рождены, как порода еще в 30-е годы прошлого столетия. О них знает вся страна и даже в ближнем зарубежье. Так, в прошлом году шерсть из Дагестана была очень востребована в Белоруссии. В общем, у нас на этот год на стрижку приходится около 20 тысяч голов овец. Полностью, чтобы постричь, ну, 20 тысяч голов овец, это минимум уходит дней 20. В течение 20 дней мы это все должны закончить. И после этого мы производим кубку и уходим в горы. Ежегодно в Дагестане производят в пределах 14 тысяч тонн шерсти. В основном данное сырье используют в производстве одежды, в частности, военной. По темам от Ханапова, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Гонебский район. Махачкалинская «Динамо» продолжает борьбу за выход в первый дивизион. Накануне клуб одержал девятую подряд победу. В гостевом матче 30-го тура ФНЛ-2 команда Горана Алексича в Пятигорске выиграла у местного Машука КМВ. Игра завершилась со счетом 2-0. Первый гол на шестой минуте забил форвард Джамал Дибергаджиев, а точка в матче была поставлена в самой концовке. На 83-й минуте хозяева переправили мяч в свои ворота. Эта победа позволила махачкалинцам набрать 68 очков. Ровно столько же у ростовского СК, который опережает «Динамовцев» по дополнительным показателям. Мы же играли одновременно. Мне просто сказали, что на 95-й минуте с пеналти СК Ростов выиграл у СНТК. При этом СНТК играл с 15 минут без игрока. Это еще раз показывает, что нет легких игр, что все играют, все будут биться. И та игра, и эта сегодняшняя игра. Умар Нурмагомедов узнал имя своего нового соперника. Брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова проведет поединок на турнире Лиги в Лас-Вегасе 26 июня. Его оппонентом выступит боец США Нейт Маннес. Для дагестанца этот бой станет третьим в американском промоушене. До этого он одержал две победы, а его рекорд в ММА насчитывает 14 побед при нуле в графе поражений. Маннес идет на серии из четырех побед к ряду. Он потерпел в своей карьере всего лишь одно поражение при 14 одержанных победах. Субтитры создавал DimaTorzok